Друзья, всем привет! Хочу записать обзор на мужские ароматы в классе ниша на сезон осень-зима. Поехали! Друзья, первый аромат парфюм с де марли Ирод. Аромат про вишневый кальянный табак. Также в нем прослеживается корица и ваниль. Парфюм сладковатый, в холод будет согревать. Очень уютный, комплементарный и красивый. Стойкость хорошая, шлейф средний. Позиционируется как мужской, а не как унисекс. Аромат несложный и понятный в своем звучании. Тем самым он хорошо воспринимается окружающими. Цена 125 долларов за 75 миллилитров в интернет-магазинах. Друзья, следующий аромат парфюм с де марли Пегасис. Это ванильно-миндальный аромат с отголоском металла. Парфюм сладкий, густой. Стойкость и шлейф отличный. Что касается пирамиды, это гелиотроп, бергамот, миндаль, лаванда, жасмин, ваниль, сандал, амбра. Вообще, нишевый бренд парфюм де марли делает для ниши очень понятные ароматы, которые нравятся большинству людей. Друзья, следующий это Франк Бакле Табака. Аромат похож на Том Форд Табака Ваниль, только стоит дешевле. Он, как понятно из названия, про табак, а также про подкопченные сухофрукты в дымной оболочке. Аромат плотный, дорогой по звучанию и красиво раскрывается в холодный сезон. Стойкость можно считать отличной, унисекс. Шлейф тоже хороший, цена за 100 мл 76 долларов. Друзья, следующая это Молекула 2 Эсцентрик. Это амброво-мускусный аромат, в пирамиде заявлена всего одна нота, амброксан. Унисекс, аромат чистоты и уюта, политкорректен, очень утонченный. На себе можете и не сильно его ощущать, но окружающие будут его слышать. В общем, чистый, звонкий, свежий парфюм с нотой прохлады. Хорош для носки в офис и в другие помещения. 100 мл стоит порядка 75 долларов. Очень даже неплохой вариант. Друзья, следующий аромат это Тизяна Терензи Неро Уд. Аромат для любителей уда в парфюмерии. Он здесь чистый, натуральный. Также на задворках удового звучания слышится древесный аккорд, цветы. Аромат красивый, нестандартный, очень стойкий, шлейфовый. Если часто носить, то может быстро надоест. Не больше двух пшиков рекомендовал бы его. Красивый и хороший. Друзья, следующее это Ван Клифф Амбр Эмпериал. Еще один представитель амбрового семейства. Довольно спокойный, не кричащий, согревающий, древесно-амбровый. Чуть сладковатый, с легкими пряными аккордами и приятными смолами. Звучит недешево. Все ноты красиво сочетаются друг с другом. Отличный вариант на осень-зиму, многогранный, нетомный. Можно купить за 76 долларов 75 миллилитров. Друзья, следующий аромат это Лаборатория Ольфатива Ванхера. Это древесно-пряный аромат, подслащенный ванилью. Красивый осенне-зимний парфюм. Уютный, согревающий, добротно собран, очень густой, не душит. Но важно не переусердствовать с нанесением. Унисекс. На женщинах тоже его вижу. Стойкость и шлейф отличные. Тоже приятный, красивый, качественный. Очень хороший аромат на холодный сезон. Друзья, Монсеррат Седрат Бойсе. Очень его люблю и не мог не внески в подборку. Аромат на любой сезон. Красивый, комплиментарный. Похож на Хрит Авентус. Старт цитрусовый. Потом середина стартует фруктами, кожей и деревом. Аромат красивый, с дорогим звучанием. 60 долларов за 125 миллилитров. Собран прекрасно. Ребят, следующее это парфюм с де Марли Лейтон. Аромат красивый, сладкий, пряный. Такой себе аромат про яблоко с корицей и ванилию. На деревяшках. Парфюм очень нравится женскому полу. Он не сложный, понятный аромат. Для осень, зимы, на повседнев. Так и для особых случаев. Не химозный. Стойкость и шлейф отличный. В общем, отличный, красивый вариант. Рекомендую. Ребята, следующее. Лоран Мацоне. Инфинит. Дефинитив. Безумно нравится этот аромат. Очень люблю его. Он подойдет на любой сезон. Со старта это плотный аромат с землистыми нотами, можжевельником и дымом. Потом раскрытие делает аромат свежее. Не избитый. Звучит реально дорого. Очень крутая работа. Заявлен как унисекс, но по звучанию он больше мужской. Концентрация духи. Следующий аромат, ребята, Тизяна Теренси Лаудана Нера. В аромате очень богатая пирамида. Это и коньяк, табак, полынь, мед, кедр, ирис, ладан, улт, лавр, ветивер и так далее. Пахнет дорого. Очень сложный аромат и местами мистический. Парфюм тяжелый, подойдет далеко не всем. Очень выделяется запах ладана с алкоголем и горелыми деревяшками. Стойкость и шлейф потрясающие. Цена 83 доллара. Очень классный аромат. Ребят, ну и следующий Том Форд Омбре Лезо. Это манозвучание дорогой кожи. Сексуальный. Звучит статусно. Старт слегка сладковатый. Потом, потом кожа. Стойкость и шлейф потрясающие. Ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписываемся. Все, до новых встреч, пока.